Всем привет! Это партия белорусских мастеров. Партия номер 140. Гордон Бирак. ЦБ4, ФЖ5, БЦ3, ЖХ4, ЦД4, ДЕ5, побили, побили на Е5. С перестановкой ходов у них получился дебют защита Когана или системы Когана. БА5, АЖ7, АБ2, БЦ5, БЦ5 слабый ход. ЖФ4, побили, побили, ЖФ6, БЦ3, ФЖ5, ЦД4, ЦД6, побили, побили. ДЦ3, ЦБ4, побили, 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 ЕД6, ЦД4 и черные здесь пошли ДЦ7. Вот ход ДЦ7 уже проигрывает. Ничего еще можно было сделать игра ФЕ7. Теперь в случае размена черный играет ЕД6, если ЦБ2, то Е6 и на размен жертва ФЕ5 и ДЦ7. Черные отыгрывают шашку и достигают ничьей. А если белые здесь не меняются, играют допустим БА3, то точно такая же жертва ДЕ5 и ДЦ7. И тоже черные достигают ничьей. В партии же было ДЦ7 и после ЦБ2 в дальнейшем белые выиграли. Следующая партия номер 141 Баталов Геллер. ЦД4, ФЖ5, БЦ3, ЖХ4, ЦБ4, ДЕ5, побили, побили на Е5. АБ2, АЖ7, БЦ3, ЖФ6, ЕД4, ЕД6, ДЕ3, ФЖ5, побили, побили, БА5, АЖ5, ЕД4, ЕФ6. И белые решили поменяться ФЕ3. Неудачный ход, лучше бы конечно не играли здесь ЦБ4. После ФЕ3, далее было ЖХ4. И в партии белые пошли ЕФ4, это правильный ход. ЖФ4, как указывают авторы, проигрывает. Черные выигрывают путем БЦ5, побили, побили. И если ЦД4, то АЖ3, побили, побили. На БА7, ДЦ5. И позиция у черных выиграна. В партии же была ЕФ4, правильный ход, побили, побили. БЦ5, побили, побили. И вот здесь белые ошиблись. Они напали ЦД4. К этому ходу стоит восклицательный знак. Но его надо поменять на вопросительный. Так как вот ЦД4 проигрывает. А ничью давал ход АЖ3. Теперь если ФЕ5, то ЦБ2. И если ФЖ7, то комбинация. АБ4, ЕД4. Белые без шашки. Но позиция ничейная. Если ДЦ5, то дамка ловится. А если убирают дамку, то ЦБ4. Выигрыша нет в этом окончании. Если черные здесь не ФЕ5 играют, а ФЖ7. Белые просто нападают. ЦД4. Если ЦБ6, побили. Допустим, БА7. Побили, побили. Просто подкинули БЦ7 и АБ4. Хоть и без шашки, но у белых совсем не хуже. И еще одна партия. Номер 143. Полянский Агашин. ЦБ4, ФЖ5. ЕД4, ЖХ4. 2А5, ДЕ5. Побили, побили на Е5. ДЦ3, ЕД6, ДЕ3, ЕФ4. Побили, побили. ЦБ4, ФЖ5. ЖХ4, ФЕ7. Побили, побили. АБ2, АЖ7, ДЦ3, ЖФ6. ФЖ3 белые играют. ЖХ4 и ЦБ2. Побили, побили на Ж3. ФЕ5. И здесь у белых был единственный ход, который не проигрывал. Это ДЕ3. Если ЕФ4, можно бить и той, и другой шашкой. Похуже чуть-чуть, но непроганно. Допустим, вот так побили. Затем ЖФ2. БЦ5, побили, побили. АБ4, АБ6, побили, побили. ФЕ3. Постепенно все разменивается. И белые достигают ничьи. А ход ЖХ4 уже проигрывает. Черные могли выиграть, играя БЦ5. Теперь уже ни ДЕ3, ни АЖ3 нельзя. Остается ЖФ2 и АБ6. Из-за угрозы Ж5 у белых остается единственный ход ФЕ3. И тогда ЕД4. Черные ставят КОЛА. И за счет центра выигрывают. А в партии же последовал ход ЕФ4. Это выпускает выигрыш. И белые правильно разменялись здесь ДЕ3. Авторы советуют играть ХЖ5 здесь вместо размена ДЕ3. Но это приводит к поражению. Можно, например, выиграть вот так. ХЖ3, ДЦ5, побили, 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 побили. Лишняя шашка и выигранная позиция у черных. Поэтому белые здесь правильно поменялись ДЕ3, ДЦ5, побили, 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 побили. Позиция белых чуть похуже, но не проиграна. Далее была ЖФ2. АБ6, ФЖ3, ДЕ7. ЕД2, ДЦ5. И здесь белые пошли ЖФ4. Еще не проигрывает, но гораздо проще ничью было сделать игра ДЦ3. Теперь если ЕФ6, то ЖФ4, побили, побили. На ФЕ5, СБ4, побили, побили. И на СД4, вот так, ФЕ3 и БЦ5. И ничья. А если черные нападут здесь СД4, то можно просто отойти СБ4. На ЕФ6, ЖФ4. Вперед. И на ФЕ5, БА5. ДЦ5, АБ4 и АБ6. И тоже здесь выигрыша нет. Можно было и ЖФ4, как белые играли. Но побить надо было назад. И выигрыша у черных здесь нет. А вот бой вперед проигрывает. Черные играют СД4. Белым остается меняться в ДЦ3. И после размена ДЦ5. А позиция в пользу черных. Поэтому черные выиграли в этой партии. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на лучшую шашечную аналитику на Ютубе. Всем спасибо. Пока.